Приветствую, друзья! На связи Андрей Жериков. Сегодня 22 марта 2022 года. Кстати, красивая дата 22.3.22. И в этом видео мы рассмотрим с вами обращение, опубликованное Романом Василенко некоторое время назад. Наверняка вы с ним уже ознакомились. Просто у меня только сейчас дошли руки подробно рассмотреть это обращение и записать это видео. Поехали! Сайты Life is Good, Germes и ЖК Быствей не работают уже с 1 марта этого года, то есть 3 недели. За эти 3 недели, естественно, по сети, по чатам, по телеграм-каналам распространялось огромное количество разных слухов, информации, сведений, мнений и так далее, чего угодно. И, конечно, все участники проектов Романа Василенко с нетерпением ждали, когда же он, создатель и руководитель всех проектов, объяснит, что происходит и, так сказать, объяснит, что конкретно делается для выхода из данного кризиса. Как я уже обращал внимание в предыдущих видео, на YouTube-канале Романа Василенко достаточно много подписчиков, 837 тысяч. То есть цифра внушительная приближается уже к миллиону. Я не знаю, какое количество из этих подписчиков реальные подписчики, может быть, среди них есть боты, смысл которых просто, чтобы показать большое количество подписчиков. Ну, во всяком случае, мы видим, что ролики, которые публикуются на канале Василенко, да, они набирают тысячи просмотров, но я бы не сказал, что сильно много. Ну, например, последний ролик, там, опубликованный два дня назад, набрал пять с половиной тысяч просмотров. То есть логика подсказывает, что если бы на канале было действительно 837 тысяч живых подписчиков, ну, просмотров по логике должно быть больше. Во всяком случае, я уже говорил о том, что Роман Василенко очень много на протяжении лет снимал видео. И, естественно, он на пиар, на запись вот этих мотивирующих, обучающих видео тратил свое драгоценное время руководителя. И обратите внимание, что вот весь последний месяц, по сути, публикуются заранее записанные ролики из серии 17 тайных законов успеха. Там, закон первый, второй, третий, четвертый. То есть, ну, надо сказать, проделана немалая работа, да, для записи этих роликов. Но вот обратите внимание, что все три недели, пока не работают сайты, продолжают публиковаться эти тайные законы успеха. И не публикуется ни одного видео, в котором бы Роман Викторович объяснил, что происходит в компании. Так сказать, вышел бы к народу и объяснил ситуацию. Я уже говорил свое мнение, что вот эти вот обучающие, познавательные, мотивирующие видео, это все хорошо, но при условии, если компания находится в нормальном рабочем режиме. А когда в компании кризис, сайты не работают, у людей паника, кто-то уже пишет заявление в полицию, там руководители кооператива Bestway арестованы и так далее. То есть, и вместо того, чтобы опубликовать нормальное, так сказать, видеообращение к людям, которые, в общем-то, за Романом Василенко пошли и поверили ему, да, Роман Василенко на его канале публикуются вот эти вот видеоролики. Конечно, я уверен, что эти ролики записывались еще до всей этой ситуации, может быть, там, в феврале или раньше, я не знаю. И сейчас просто на канале загружаются уже ролики, которые записаны были раньше. Но в сложившейся критической ситуации, на мой взгляд, было бы правильно и справедливо как раз выложить видеообращение, в котором бы Роман именно объяснил текущую ситуацию. Да, Роман записал обращение, но не в видеоформате, а в текстовом формате. Вот давайте его сейчас и разберем. Итак, рассматриваем текстовое обращение Романа Василенко. Опубликовано оно было примерно в середине марта. Просто только сейчас у меня дошли руки его подробно разобрать. Давайте почитаем. Друзья, уважаемые пайщики, партнеры и коллеги. Должен признать, что единственная моя недоработка в последней неделе – это тактический проигрыш на информационном поле. Ну, слово, что единственная моя недоработка в последней неделе, на мой взгляд, Роман Викторович здесь скромничает, конечно. Недоработок, если посмотреть на ситуацию в целом, тут пруд пруди. Ну, хорошо. Отсутствие в публичном пространстве внятной и оперативной реакции на выпады в адрес наших проектов, которые звучали из самых разных источников, тревожило многих из вас. Пресс-релизы государственных органов, статьи и расследования, федеральных и региональных СМИ, правдорубства и срывы покровов, тематических телеграм-каналов – наверное, все это требовало более скорых ответов и разъяснений. Ну да. Кроме того, многие из вас столкнулись с затруднениями и были озабочены недоступностью наших интернет-ресурсов, сбоями в работе личных кабинетов, невозможностью проведения платежей и регистрации сделок с недвижимостью. Недоработки в публичном пространстве объясняются довольно просто. Я не медиамагнат, и у нас никогда не было штата журналистов, пиарщиков и копирайтеров, которых можно было бы бросить на амбразуры, битвы в медиапространстве. У нас другой профиль, другие задачи и заботы, особенно в нынешнее неспокойное время. Однако мы постепенно учимся быть публичными, и сегодня я хочу разъяснить происходящее, а также свое видение дальнейших перспектив развития заботы и работы. Ну вот относительно того, что Роман Василенко не медиамагнат, я уже показал, что на его канале 800 тысяч подписчиков. В чем проблема? Записать видеоролик с объяснением ситуации, что конкретно делается для решения проблем и выложить на канале. Я бы понял, если бы канал Роман Василенко также был, скажем так, к нему был потерян доступ, как это произошло с каналом Life is Good. И Роман Василенко просто не мог выкладывать, допустим, на этот канал никакие видео, но поскольку видео выкладываются регулярно, каждые несколько дней, получается, доступ к каналу есть. То есть в чем проблема? Это один момент. Второй момент, как, наверное, все участники Life is Good знают, именно в компании Life is Good. Вот пиар-служба, видеосъемка, репортажи, это всегда делалось, ну, на очень крутом уровне. И когда Роман Василенко опять же скромничает, я не медиамагнат, у нас никогда не было штатов журналистов, пиарщиков и копирайтеров, А кто же тогда делал все эти видеоотчеты, видеоматериалы, которые регулярно публиковались на канале Life is Good, например? То есть, да, может быть, своего коллектива нету, но за деньги можно нанять. Роман Василенко не бедный человек, да, и у него есть деньги, чтобы всех этих людей нанять, и за деньги люди готовы будут написать все, что надо. В чем проблема-то, да? Поэтому тут странно такие вещи слышать, что на протяжении 8 лет, именно с точки зрения пиара в Life is Good, пиар, мероприятия, видеосъемки, отчеты, репортажи, все это делалось на очень высоком уровне, должен сказать. Среди, скажем так, финансовых компаний, наверное, Life is Good задавала, можно сказать, верхнюю планку, до которой другим компаниям еще оставалось расти и расти. А тут Роман Викторович так начинает скромничать. Да, вот мы такие вот бедненькие, все вокруг против нас ополчились, а у нас нет ресурсов. Если у тебя есть деньги, в наше время, как говорится, в чем проблема-то? Ну хорошо, это, по крайней мере, такое его объяснение. И еще раз, кстати, вот смотрите, кто-то может сказать, да какая разница, там, в видеоформате или в текстовом формате? Нет, ребята, разница большая. Смотрите, когда на сайтах Life is Good, Гермеса, Бествей появился разоблачающий текст, да, где написано было, что это все пирамиды, пишите заявление в полицию и так далее. Какие возгласы стали звучать? А, сайты взломаны, не ходите туда, это все взломали, да? А мы сейчас с вами читаем текст, написанный якобы Романом Василенко. Откуда вы знаете? Это Роман Василенко написал? Или, может быть, очередной какой-нибудь айтишник получил доступ к ресурсам Романа Василенко и от его имени пишет? А? Откуда вы знаете? Если бы это было видео, то мы бы своими глазами увидели. Да, это говорит Роман Василенко, да. Вот он выступает, он все объясняет. А это просто текст, написанный неизвестно кем. Ну да, вроде бы по стилю похоже на его выступление, но гарантии-то нет, правильно? Поэтому даже с этой точки зрения запись видео, она бы, на мой взгляд, выглядела более достоверно. Сейчас, сами знаете, технологии шагнули так далеко, что сейчас и видеосапись не является стопроцентным доказательством, да? Что это реально человек сказал или сделал, потому что уже компьютерная графика достигла таких высот, что могут, скажем так, создать с помощью искусственного интеллекта, как будто человек это говорил или делал. Уже видели, наверное, ролики, когда лицо одного актера в фильме заменяют там на лицо другого актера. Я видел ролик, где в фильме «Терминатор» лицо Шварценеггера заменили на лицо Сталлона, например. Технологии сейчас это позволяют. Поэтому даже видео не является стопроцентным доказательством, а уж про текст и подавно. Ну хорошо, предположим, что это все писал Роман Василенко. По стилю, по крайней мере, и по сути, похоже. Ну хорошо. Особенно в нынешнее неспокойное время мы постепенно учимся быть публичными. Мы постепенно учимся быть публичными. Опять же, на мой взгляд, как раз за 8 лет именно Life is Good, можно сказать, была образцом публичности. Все эти отчеты, новостные выпуски, видеоматериалы, это все было очень неплохо сделано. Может быть, Роман Василенко имеет в виду, что сотрудничество с какими-то федеральными СМИ? Ну так опять же, буквально несколько дней назад я сделал видео по статье, опубликованной в Комсомольской правде. То есть, получается, что все-таки сотрудничество какое-то ведется. И статья, ну в целом, достаточно позитивная о потребительской кооперации. Итак, сегодня я хочу разъяснить происходящее, а также свое видение дальнейших перспектив развития и работы. Окей. Начну с самого тревожного, со зловещего слова скам. Английское скам, афера, мошенничество. Скам пирамиды Life is Good, Гермес, ПК Бествей для некоторых информационных ресурсов и интернет-сообществ превратился в навязчивую идею. Постоянное нагнетание, эмоциональные посты, журналистские расследования, громкие по несколько раз на дню сообщения о том, что свершилось, информационные бомбы в пабликах, обязательно сопровождающиеся множеством воскресательных знаков. Все это указывает на какое-то чуть ли не сектантство наших хейтеров. В большей степени, как мне кажется, чем те же самые хейтеры относят к сектантам нас. Что это за... что за мания такая? Посвящать свое время, силы, жизненную энергию ожиданию того, как тот или иной проект Романа Василенко прикажет долго жить, или того, что сам Василенко объявит осками. Ну, логика здесь простая. То есть люди, которые считают проекты Life is Good, Germes и Bestway пирамидами, ну, собственно, считают, что эти пирамиды должны быть остановлены, они должны рухнуть в какой-то момент. Очень условно я делю те, кто публично и постоянно выступает против наших проектов на три группы. Это сотрудники Центробанка, надзорные и правоохранительные органы. Верю в то, что они рано или поздно разберутся и снимут свои претензии к нам. Они делают свою работу, сражаются с финансовыми пирамидами, а мы свою доказываем, что наш проект не финансовая пирамида. Окей. Журналисты – люди более увлеченные, менее осведомленные, а потому просто опасные. Желание хайпа и слабы, работа на результат, побольше просмотров, побольше кликбейта, не очень разбираясь в юридических тонкостях, не всегда проверяя информацию. Они наносят гораздо больше вреда нашей психике и нервам, чем сотрудники полиции. Активисты и соцсетей. Прежде всего, телеграм-каналы, извергающие массу ненависти по отношению к проектам и ко мне лично. Есть несколько версий об их целях и функциях. Конкуренты, рейдеры-вымогатели, агентура силовых структур, городские сумасшедшие даже, выступают против Романа Василенко. Вряд ли активисты из соцсети – это идейные энтузиасты. Во-первых, у них чаще всего очень мало подписчиков, а во-вторых, часто в их каналах появляются сливы информации, получить доступ к которой городской сумасшедший никак не может. Про конкурентов позже мы представим вам мини-расследование, которое не исключает именно такое происхождение интернет-атак. Что касается сливы информации, то за прошедшие три недели очень много было информации слито через айтишника Евгения, который пошел на сотрудничество с правоохранительными органами и передал в их управление сервера, которые были изъяты вместе со всеми данными, как вещественные доказательства. Роман Василенко охарактеризовал этот поступок как предательство, а Евгений в своих комментариях объяснил, что все намного проще, что команде айтишников просто не заплатили. Ну и, собственно, произошла вот эта вся ситуация. Поэтому, про слив информации, тут еще вопрос интересный, кто виноват, да? Организация рейдерского захвата или вымогательства менее вероятна, учитывая корпоративную структуру управления в кооперативе Bestway и в компаниях с иностранной юрисдикцией. Для начала банального вымогательства, сначала проблем с Центробанком и возбуждением уголовного дела прошло слишком много времени, а переговорщиков все нет. Немного витиевато сконструировано это предложение, но как бы суть простая, что типа, если бы хотели сделать рейдерский захват, то выставили бы какие-то условия. То есть мы, допустим, закрываем там уголовное дело, отзываем претензии, это будет стоить вот такую-то сумму. То есть, ну, как Роман Василенко пишет, переговорщиков нет. Признаками агентуры силовых структур является работа некоторых телеграм-каналов, единственной целью которых стали призывы писать на нас заявление в полицию. Такое поведение очень похоже на тактику оперативников, оперативников, которым необходимо получить в уголовное дело как можно больше потерпевших, в кавычках. У имевшихся у полиции на середину февраля 22-го года потерпевших претензий было на 9 миллионов рублей. Эта сумма могла быть легко регулирована в переговорном порядке, но это поставило бы крест на дальнейшем расследовании уголовного дела, тут написано уговорного, наверное, уголовного все-таки, и дезавуировала бы состоявшиеся аресты. Ну, смотрите, то есть, если сумма претензий была 9 миллионов рублей, и сам Роман Василенко пишет, что это могло бы легко быть урегулировано в переговорном порядке, так в чем проблема? Почему не урегулировали, если 9 миллионов это небольшая сумма? Все противостоящие нашим проектам группы отдельные люди, какие бы цели они не преследовали, не предлагают никакого сценария развития событий после долгожданного скама. Что будет после того, как поймают Василенко и топ-лидеров? Что будет после того, как прекратятся платежи и взаиморасчеты между участниками программ? Что будет после блокировки расчетов по сделкам с недвижимостью ПК быствей, прекращения приема паевых взносов и ареста квартир, которые были приобретены пайщиками и в которых пайщики живут? Вернемся вот к этому абзацу. Все противостоящие нашим проектам группы отдельные люди, какие бы цели они не преследовали, не предлагают никакого сценария развития событий после долгожданного скама. Ну, в своих комментариях Евгений объяснял так. Опять же, Евгений это ни с головы, ни с потолка взял. Насколько я понял, он пересказывал план, скажем так, правоохранительных органов. То есть, с точки зрения следствия, с точки зрения правоохранительных органов, что вся вот эта деятельность, это финансовая пирамида, состоящая из нескольких там блоков, назовем так. Есть Life is Good, есть Гермес, есть ЖК быствей. Раз это финансовая пирамида, это все надо остановить. Те люди, которые пишут заявления, указывают там сумму ущерба, они с точки зрения правоохранительных органов являются потерпевшими. Соответственно, правоохранительные органы изымают имущество. Во-первых, личное имущество Романа Василенко, раз. То есть, приобретенная на его имя недвижимость. И второе, те объекты, те квартиры, оформленные на кооператив. Конечно, я прекрасно понимаю, что это просто будет огромная трагедия, потому что люди живут уже в этих квартирах, сделали там ремонты и так далее, и так далее. То есть, им осталось еще сколько-то времени за эти квартиры выплачивать, а тут у них хотят это отнять. То есть, я прекрасно понимаю, что это да, это целая трагедия будет для тысяч людей. Если мне память не изменяет, там порядка 20 тысяч пайщиков. Но с точки зрения правоохранителей логика вырисовывается такая. Плюс есть еще имущество за рубежом, якобы у Романа Василенко. Есть счета с солидными суммами, есть инвестиции и есть какая-то недвижимость. И якобы, что через Интерпол это тоже будут арестовывать. Каким образом они это будут делать в текущей геополитической ситуации, я без понятия. Потому что британская правоохранительная система не обязана подчиняться решениям российских судов. Да, российские правоохранители могут как бы попросить, посодействовать. Вот там у вас есть такой человек, Роман Василенко, сбежавший там с крупными деньгами, обманувший россиян. Пожалуйста, выдайте нам Романа Василенко и арестуйте его имущество. Но отвечать на эту просьбу, реагировать на нее или нет, будут ли британские правоохранители, это большой вопрос. Поэтому в плане ареста имущества, находящегося на территории России, ну, я примерно представляю, что да, это может быть. Хотя, повторю, это будет просто гигантская трагедия для тысяч людей. А вот что касается ареста имущества за рубежом, тут я не знаю. То есть планы, скажем так, озвучивались. Следующий вопрос. Что будет после блокировки расчетов по сделкам с недвижимостью, прекращения приема паевых взносов, ареста в квартир? Как что будет? Будет то, что, соответственно, деятельность кооператива будет остановлена. Квартиры, находящиеся на балансе кооператива, будут проданы. А те люди, которые подали заявление, то есть с точки зрения закона, они потерпевшие, им будет выплачиваться компенсация. То есть логика такая. Еще раз повторю, что если это произойдет, это, конечно, будет и горе, и трагедия, кошмар для многих семей, которые уже стали пайщиками, уже дождались своей очереди и въехали в эти квартиры. И на протяжении долгого времени выбирали, оформляли это все, прошли через, можно сказать, различные препоны. Роман Василенко пишет дальше. Убежден в том, что такая процедура банкротства и как она может развиваться, наверное, такая процедура банкротства, и как она может развиваться в отношении ПК Bestway с активами на 10 миллиардов рублей и тысячами квартир на балансе кооператива, наши оппоненты не имеют никакого представления. То есть, ну, если задуматься о масштабах, то, конечно. Никаких предложений, кроме как срочно идите в полицию, пишите заявление по прилагаемой форме, эти активисты не выдвигают и о последствиях не думают. Отмечу, что зазывало предваряют свои призывы фразой, если вы считаете, что вас обманули. Это хитро с юридической точки зрения, но на поверхности лежит вопрос. А если вы не считаете, что вас обманули, на этот вопрос у нехейтеров ответа тоже нет. Я не знаю, почему тут нехейтеры, хотя вроде бы речь идет и про хейтеров тоже. Ну, здесь логика, на мой взгляд, проста. Если вы не считаете, что вас обманули, то есть есть много людей, которые считают, что никаких пирамид нет, что все было по-честному, просто это временные трудности. Роман Василенко все обязательно разрулит, все вопросы решит, надо просто подождать. Соответственно, эти люди не собираются никуда писать. Пожалуйста. Резюмирую и отмечу, что никакого рационального созидательного зерна в действиях наших оппонентов нет и никакого будущего для участников проектов, для пайщиков кооператива эти люди не предлагают. Присоединяться ли к таким людям, вестись ли на призывы за завал, написать заявление в полицию, по-моему, это риторические вопросы. Ну, заметьте, кстати, что Роман Василенко не говорит открыто, не пишите ни в коем случае. Да, он так обтекаемо уходит от ответа, это риторические вопросы. Хотя мог бы там написать, призываю вас, ни в коем случае не писать и так далее. Видите? Могу ответственно заявить, что скам может наступить исключительно в результате наших же действий. Пока у правоохранительных органов не будет набрана критическая масса обращений, тех самых заявлений, которые навязчиво предлагают подписать за завала, компания будет работать и дефолта не будет. Но здесь возникает вопрос, а если наберется критическая масса, тогда компания не будет работать и будет дефолт или скам так называемый. То есть, здесь или-или, да? Теперь о затруднениях и проблемах в текущей работе. Инфраструктура наших интернет-ресурсов с 1 марта 2022 года действительно подверглась саботажу. Несколько дней мы не знали, как объяснить происходящее людям, однако выход из ситуации объявился сам собой. И выход этот оказался нашим ведущим IT-специалистом, который попросту сменил все пароли и отключил систему. Coming out, то есть выход Евгения, случился на YouTube-канале компании, где он предстал перед зрителями не в самой лучшей форме, однако не в худшем положении для себя. По ходу выступления Евгений признался в соучастии в нескольких преступлениях, если бы хоть что-то из того, что он сказал, было правдой. А значит, должен был вещать из камеры СИЗО, либо из-под домашнего ареста. Однако ни того, ни другого с ним не случилось, потому что и в СИЗО, и под домашним арестом запрещено пользоваться интернетом. Но Евгений в своих комментариях пояснил, что его поступки все произошли по устному требованию, скажем так, сотрудников руководства ГСУ Главного следственного управления. То есть, получается, он это сделал по требованию правоохранительных органов. И, собственно, зачем его задерживать, если он, по сути, сотрудничает со следствием. То есть, тут логика простая. Его обращение было сразу же подхвачено профильным телеграм-каналом и до настоящего времени остается в прикрепленном сообщении в его заголовке. Видимо, эта информационная бомба должна побудить пойти в полицию посетителей канала с подписанными по форме заявлениями. Однако и внешний вид, и содержание его выступления у нормальных людей ничего, кроме недоумения, вызвать не могли. Безобразные заглушки, которые 7 марта были выставлены на ресурсах наших компаний с объявлением о том, что сайты запрещены по устному распоряжению силовиков и предложением написать заявление в полицию, тоже дело рук Евгения. Заглушки имеются в виду, когда на месте сайта вот эти самые тексты, где говорилось, что этот проект пирамида, пишите заявление в полицию. Я расцениваю это как хулиганство, и пусть этим занимаются юристы. Наши же проблемы приземленнее. Мы восстанавливаем базы данных и перезапускаем все проекты на новых серверах. Подключены лучшие специалисты из IT-сферы, так что прошу всех потерпеть еще немного. Мы все починим, все заработает в прежнем режиме. Если прослушать комментарии айтишника Евгения, по его словам, никаких запасных или резервных баз данных у Романа Василенко нет. Поэтому каким макаром он там чего собирается восстанавливать данные за 8 лет, я вот совершенно не представляю. Хотя, как вы знаете, сейчас там на сайтах висит объявление, что якобы все будет восстановлено в ближайшие 30-40 дней. Но если у вас нет базы данных за 8 лет, как вы можете чего восстановить? Опрос провести? А ну-ка вспомни там, Ваня, когда ты открывал счет висита в 2015 году, какого числа и какую сумму ты туда переводил? Да? Вы это представляете? Я не представляю. Поэтому Роман Василенко пишет, подключены лучшие специалисты из айти сферы. Но не знаю, каким образом это можно реализовать. Самое-то интересное, что тот же айтишник Евгений утверждает, что весь этот сыр-бор разгорелся просто из-за того, что ему и его команде айтишников не заплатили. Речь вроде как шла о сумме в районе 170 тысяч евро. Команда айтишников 30 человек. То есть это не один Евгений, а все в совокупности. То есть все, что мы наблюдаем последние три недели, вся эта катастрофа, все эти проблемы из-за суммы, которая по меркам Романа Василенко, ну, наверное, это на карманные расходы. Как я уже говорил в своих видео, на счетах Виста же 1 миллиард 700 миллионов евро. Что такое там 170 тысяч евро от этой суммы, от миллиардов, это копейки. По БПК БСТВ есть проблемы с оформлением, регистрацией, оплатой по 34 квартирам. Есть несколько десятков заявлений о возврате поевых взносов. Ну, наверное, с момента написания этого обращения заявлений стало еще больше. Сергей Иванович Крючек, не так давно взявший на себя руководством кооператива, находится на связи с каждым пайщиком. О, даже так. Товарищи пайщики, пожалуйста, в комментариях под этим видео напишите, действительно ли вы на связи с Сергеем Ивановичем Крючиком. Однако остаются проблемы технического характера, о которых я писал выше. Мы преодолеваем последствия саботажа серверами и восстанавливаем базы данных. Кроме того, некоторая часть документации остается в полиции после обыска. Крючек СИ запросил у следователя оставшиеся материалы, ожидаем удовлетворения его ходатайства. Есть некоторые проблемы с оформлением полномочий самого Крючека СИ как руководителя кооператива. Он может действовать либо по нотариальной доверенности от моего имени, либо на основании решения Совета Кооператива. Ни меня, ни некоторых членов Совета сейчас нет в России, и по известным причинам вернуться сейчас очень затруднительно. То же самое касается и пересылки необходимых юридических документов. Однако и эта проблема будет решена в ближайшее время. По поводу текущих расчетов, начислений и транзакций в рамках других проектов. Нахождение Гермес ЛТД в иностранной юрисдикции, а также депонирование активов компании в валюте позволило обеспечить их сохранность. На сегодняшний день объявлено о недоступности Бинанс для российских резидентов. Ожидаются трудности с выводом и расчетами через российские банки, с использованием российских платежных карт. Но весь этот шторм происходит в общей для всех неопределенности. От себя могу обещать, что с учетом накопленного капитала и резервов, наши партнеры останутся в несравнимо лучшем положении, чем те, кто не присоединился к нам. Ну, если представить, что Роман Василенко, как он утверждает, все восстановит, и учитывая, что счета Виста открывались либо в евро, либо в долларах, а учитывая, что за последний месяц курс рубля по отношению к доллару и евро сильно просел, да, то, конечно, если вдруг кому-то доведется выводить свои средства со счета Виста, то, конечно, это будет хороший результат, потому что средства у человека работали в валюте, а не в рублях. Отключение российских банков от SWIFT, волатильность валют, надвигающийся мировой экономический кризис, конечно же, все это будет влиять на нас. Однако уверен, что наш опыт и профессионализм нашей команды помогут пройти этот период без потрясений. Ну что ж, как говорится, осталось посмотреть, насколько эта команда профессиональная. Несколько слов о том, что касается текущей работы и важных решений, принятых на сегодняшний день. На разрешение Совета правления кооператива поставлен вопрос о приостановлении приема новых пайщиков. Это решение необходимо для избежания провокаций. Что-то подобное мы ожидаем, если призывы доброжелателей писать заявление в полицию не сработают, и критическая масса потерпевших из числа действующих пайщиков не наберется. Ситуация на рынке недвижимости, охлаждение продаж, неопределенность ценами позволяет ограничить прием новых пайщиков безболезненно. Тем более будет подтверждена жизнеспособность экономической модели кооператива, который сможет дальше вести свою деятельность без притока новых пайщиков. А вот здесь, конечно, вопрос интересный. Кооператив сможет дальше вести свою деятельность без притока новых пайщиков. Как вы себе это представляете? Мы все понимаем, что чтобы на счете, в целевом счете, накопилась нужная сумма, постоянно должны происходить взносы. То есть, каким образом будет происходить движение очереди, ну, мне трудно сказать. То есть, насколько я понимаю, если пайщиков в кооперативе будет слишком мало, то очередь будет просто очень-очень долгой. То есть, люди уже не год будут ждать, а там три года, пять лет и так далее. То есть, вы серьезно, ну, серьезно кто-то готов ждать получения квартиры, там, несколько лет? Вот, ну, на мой взгляд, тут уже по сравнению с ипотекой, даже те плюсы, которые были, они уже пропадают. Напишите в комментариях, что думаете по данному поводу. Каким образом это можно реализовать, чтобы кооператив дальше ввел свою деятельность без притока новых пайщиков. Очень интересно. Я лично продолжу дистанцироваться от руководства ПК БСТ и подтвержу компетенции Сергея Крючика. Это принципиальное решение необходимо для того, чтобы обезопасить кооператив, как самый уязвимый проект, работающий в российской юрисдикции, с прозрачной отчетностью и внушительными легальными активами. Уж коль скоро некоторым оппонентам не дает покоя именно моя личность, то я сделаю все возможное, чтобы негатив не проецировался на кооператив. «Всегда считал и считаю, что жилье и жилище в более широком понимании – это самое дорогое и важное для человека после вечных ценностей, семьи и близких. Это святое, а значит ставить под удар наших пайщиков я не имею права». Наверное, логично дистанцироваться от кооператива, чтобы негатив не проецировался на кооперативе. «Будет продолжена вся судебная и юридическая работа, как по взаимодействию с Банком России по вопросу исключения списка финансовых пирамид, так и в судах и арбитражных судах. Административные иски пайщиков, иски к Центробанку, иски к федеральным и региональным СМИ – ничего не будет остановлено. Продолжим судиться. Также не оставим в беде наших людей, которые были арестованы в феврале. Считаю этот факт горькой ошибкой. Буду всячески содействовать их скорейшему освобождению. «Мы продолжим восстанавливать нашу сетевую инфраструктуру и интернет-сайты уже на новой платформе и с привлечением надежных и лучших IT-специалистов. Наши планы и программы действий понятны и достижимы. Мы сами кузнецы своего счастья и своего будущего. И как бы банально это ни звучало, только мы сами его и можем разрушить. Поэтому я прошу вас не поддаваться эмоциям и панике, мыслить критически, перепроверять и фильтровать всю информацию, ориентироваться только на официальные источники и самое главное – держаться вместе и верить друг другу. И тогда мы победим. Ваш Роман Василенко. Ну, что сказать по данному обращению? Я все-таки считаю, что было бы правильнее и логичнее, если бы это обращение было в формате видео. Тем более, что у Романа Василенко есть раскрученный YouTube-канал с 800 тысячами подписчиков. И если бы это было в формате видео у людей, ну, наверное, не было бы уже вопросов, что это обращение действительно Романа Василенко. А когда мы читаем текст, все равно остаются сомнения и вопросы, а кто этот текст написал? Точно ли Роман Василенко написал? Ну, хорошо. В любом случае, даже в текстовом формате это тоже, как говорят, на безрыбье и рак рыба. Если в целом подытожить, как мы видим, по мнению Романа Василенко, все в рабочем режиме, мы действуем в юридической плоскости, IT-инфраструктуру восстанавливаем, работаем, привлекли лучших специалистов и так далее. Ну, а относительно результатов, что из этого получится, это, наверное, только время покажет. Вот мы и разобрали обращение от Романа Василенко. Пишите в комментариях ваше мнение относительно того, что было озвучено. Насколько вы считаете реалистичными планы по восстановлению деятельности проектов Life is Good, Germes и Bestway. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропускать, добавляйтесь в наш телеграм-чат. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.